Саша, у меня к тебе вопрос. Сейчас много говорят, пишут. Пентагон официально подтвердил, что есть, существуют неопознанные летающие объекты. Они говорят, да, это есть, мы не знаем, что это, но это есть. Вот я хотел тебя спросить, вот ты встречался в своей жизни? Ты прожил немало уже, как говорится. Тебе что-то такое попадалось в твою жизнь? Поделись с нашим языком. Пожалуйста, у меня лично есть только два случая, когда я могу поделиться. Первый, у моего отца был друг. Он сейчас, я привстану, он умер. Так, дядя Витя, моему папе, слышь, Лёва, иди сюда, и что? Посмотри, что происходит. Они видели вдвоем, вдвоем, что с никакого перепугу поднимается какой-то объект, и такое, как бы, как папа мне объяснил. Как папа мне объяснил. Что-то сияние такое. И вот так вот огонь, как бы, горит, ну, красным, зеленым, голубым светом. Вот такое было. Он говорит, смотри, 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 это НЛО. И какая-то тарелка там. То, что я видел, это второй случай. Что мы нашли провожать других друзей, семьи. Я посмотрел в облака, вот так в небо. И прямо надо мной пролетела вот такая штука. Сверкающая. Я ее увидел. Говорю, папа, он не успел. Он не успел посмотреть вот так. Папа. Но я это видел. Я видел своими глазами. Точно видел. И я это никогда не забуду. Хоть кто мне говорит, что у меня, я ребенок был, что у меня галлюцинации. Туда-сюда ничего не пойдет. Я видел, то, что я видел. Пролетела тарелка вот так. Прямо надо мной. Тихо, тихо пролетело. Не жижь, не жижь. Тихо пролетело. Но это было что-то, которое я никогда в жизни не видел. Ни машину, ни автомобиль, ничего. И больше в жизни не видел. Это было. Теперь такой вопрос. Да. Что это может быть? Что это может быть? Да. Я тебе объясню обычным языком. Мне на тот момент было 5 лет. Если мне сейчас 41, для всех слушающих. Я никогда не говорю свой возраст, но чтобы вам было понятно. Что сегодня какой год? Вот. Мне было где-то 5 лет. Я пока что не сумасшедший и не галлюцинатик. Я видел это. Что мы тебя видим? Раз это я увидел, значит в то время или в то время уже технология достигла таких мер, что они смогли это сделать. Или это было что-то другое. Потому что я не знаю. Это было ночью. Мы провожали человека домой. Ночью. Это значит, о чем говорится? Что ночью самолеты не летают. Ночью. Почему? Летают они в эту ночь? Не. Ну не такая вот тарелка. Она. Я ее увидел. Ночью такие вещи не летают просто так. Я ее увидел. Просто хотел поделиться, что это я видел. Вернемся к первому. Теперь что ты думаешь, что это может быть? Я для себя научился слово НЛО. Неопознанный, неопознанный летающий объект. Почему? Потому что я его не мог опознать. И до сих пор его никто не может объяснить мне. Но он... Я помню, что это было. Это было. Я это могу... Я никогда не клянусь. Но перед Богом я говорю. Евреи не клянуться не надо. Перед Богом говорю. Это было. Такая вот штука. Она такая круглая. Красивая. Разными цветами. И проходит вот так. Но звука не было, ты говоришь. Не было звука. Ну тогда еще дронов не было, когда тебе было 5 лет. Ну считайте. Мне сейчас 41. Тогда у меня была хорошая пятера. 5 лет. Тогда еще дронов не было. Не было. Это 36 лет назад. Да. И это второй экспириенс. То, что я могу вам сказать. А с дядей Витей, папа, он говорит, слушай. Детяня. Не, он говорит, слышь, Лёва, смотри. Вот. И там зажигались там эти самые... Не, он говорит. Не, он говорит.